Для начала заполняем такое вот заявление, которое можно скачать на сайте УФМС, либо же обратиться на сам орган УФМС для помощи его заполнения. Помощь его заполнения на данный момент стоит в районе 5 тысяч. Вот вам надо будет также оплатить госпошлину и предоставить следующие документы. Документы, которые нужны будут, это нотариально заверенная копия паспорта с переводом, копия миграционной карты, копия уведомления, у постановки на миграционный учет, нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака с переводом, копия паспорта жены, медицинское заключение. Это медкомиссия, которая уже будет пройти там же, в УФМС желательно. Заключение врача-психиатра-нарколога, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, сертификат о владении русским языком. Это можно пройти в сторонних организациях, таких как Институт Пушкина, Знание и история России там же проходится, основу законодательства Российской Федерации. Квитанция об оплате госпошлины. Все эти пакеты документов вы собираете, предоставляете на Сахарова, в органы ВУФМС. Для начала собирается полный пакет документов, потом нужно будет приехать, взять номерок и с этим номером приехать для дачи экзаменов. Все эти документы вы предоставляете в окно после того, как вас выживут. И там специалисты ФМС их еще раз проверяют. После проверки он делает вам вот такую вот распечатку. И дальше стоите в очереди, ждете, пока проверит сотрудник МВД ваши документы. После этого вы выйдете, задаете отпечатки пальцев и ждете решения по своему делу. У всех это разный промежуток, либо два месяца, либо шесть месяцев. Поэтому осталось теперь только ждать. Все сдали, все получили. На руки вот такую вот бумажечку, в которой написано, что инспектор, подпись его, принял документы на РВП. И теперь для постановки на миграционный учет достаточно этой справки. После небольшого ожидания в течение двух месяцев и мониторинга сайта, ссылка на который будет для проверки в описании к видео, мы получаем следующий результат. После чего вам необходимо будет дозвониться по телефону МФЦ городскому в своем регионе. Ну и соответственно они вам скажут, стоит ли вам приезжать или нет, или стоит подождать еще какое-то время. После того, как вы приедете, вам нужно будет зарегистрироваться на стойке у администратора, получить талончик с номером, такой, который вы видите на экране сейчас. И после этого вас в порядке живой очереди, то есть по номеркам пригласят в окно. В этом окне вам выдадут предварительную бумажку, на которой будет написано разрешили вам разрешение на временное проживание, либо не разрешили. Далее с этой бумажкой вы проходите, опять же таки, по номеру по своему, в указанное время, когда вас вызовут к другому окну, где уже конкретно вам либо ставят печать, паспорт, о том, что разрешение на временное проживание вам выдали, либо же вам делают отказ. Эта бумажка выглядит следующим образом. Ну и сама печать в паспорте будет выглядеть вот таким вот образом. После чего дают вам еще 7 дней для того, чтобы вы зарегистрировались. То есть пойдете в ERC и там вам поставят временную прописку, опять же, ваш паспорт по тому адресу, где вы зарегистрированы. Далее вам не нужно будет делать патент для того, чтобы работать с РВП, можно работать без патента. То есть не нужно будет каждый месяц платить там в районе 5 тысяч сейчас за патент, не нужно будет лишние волокиты для продлевания регистрации, продления миграционки, выезда, въезда. В общем, такие вот документы получаются. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. В описании читайте сайты, по которым можно проверить, телефоны, по которым можно дозвониться. Все, всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ